всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня у меня будет такое видео я вам покажу свой макияж класс а также расскажу про то как я сделала себе вот такой маникюр маникюр я делаю гель лаком но то что я сделала можно повторить и обычным лаком и раньше до увлечения гель лаками я вот такой подобный маникюр делала еще и обычными лаками в общем все покажу расскажу начну я с макияжа я на себя уже нанесла тональную основу у меня dior forever вот такая она мне очень нравится у меня это то 021 он слегка желтит но хорошо подстраивается под кожу мне нравится как он сейчас выглядит на моем лице также консилер я нанесла вот этот бобби браун я вам тоже его показывала у меня в оттенке 3 warm ivory также нанесла сделала уже небольшую коррекцию легкую я делаю все наношу не так уж и много вот таким вот что это и сына лоран эта палетка единичка вот это мне не нравится нравится только сам корректор очень классный и румяна уже нанесла на себя румяна у меня ланком это дырочка тут образовалась непонятно это вот так они выглядят это у меня я так понимаю что оттенок уже стерся потому что здесь никакого номера не указано на этих румяшках подобные оттенки можно много где найти сейчас так брови оформила вот этим гелем от essence неплохо сейчас буду палетку от герлен который я вам уже 100 раз показывала и вот эти оттенки значит это у меня пятерка 01 роз барбаре наверное так правильно называется вот такой оттенок буду для начала использовать базу tessence вообще конечно когда вы делаете такие запросы там покажи макияж покажи как делаешь маникюр и мне конечно немного неудобно потому что я не являюсь профессионалом никто и никто области в особенности в области маникюра но мне очень листит скажем так что вы делать такие запросы значит значит я на верном пути и значит у меня более-менее что-то получается и меня это радует буду наносить базу tessence у нее вроде бы нет никакого оттенка да вот такая база наверно многие из вас ее знают я не скажу что эта база какая-то классная что она мне прям супер нравится потому что она неплохо держит тени но если тени какие-то капризные она не будет удержать целый день она кстати неплохо выравнивает цвет век дальше на все подвижная века я буду наносить самый светлый оттенок он такой слегка розоватый слегка такой коллографический что ли какой-то не знаю в общем очень красивый оттенок мне нравится и я его буду наносить на все подвижная века вот эта кисточкой кстати это от палетки naked обожаю эту кисточку и также я этот оттенок наношу тоже и под бровь потому что он дает такое классное не знаю сияние как-то освежает взгляд очень нравится далее я возьму пушистую кисточку у меня это от марки шик номер 26 вот такая на принципе любой растушевочную пушистую кисточку и я буду набирать вот этот оттенок как бы третий он такой фиолетово розоватый розоватый и буду наносить его в складку веком вот таким образом нанесли и дальше во внешний уголок глаза я буду наносить вот этот оттенок другой стороной кисточки от naked и буду наносить немного во внешний уголок он не сильно затемнять внешний уголок но так очень симпатично смотрится дальше вот этим светлым оттенком вот этот переход между светлого более темному я немножечко его как бы растушую чтобы переход был плавный дальше я беру у меня вот такая есть кисточка от марки just она вообще предназначена для бровей нам для бровей она слишком толстая то есть она не очень хорошо рисует в общем я ее использую для того чтобы подчеркнуть линию роста ресниц и для этого я возьму вот этот самый темный оттенок и буду подчеркивать линию роста верхних ресниц получается вот так вот но я это все потом растушевывать дальше беру вот такой кисть у меня это от зоева такая кисть обычная бочонок набираю тот же оттенок и наношу его по линии роста ресниц до середины нижнего века и немножко соединяю вот это вот здесь вот вытягиваю уголочек слегка вот таким образом получается теперь я беру снова вот эту кисть которую который я наносила в складку века и вот это вот эти уголки и я их немножко подтушевываю вообще все переходы этим же оттенком вот этим и дальше я снова слегка набирают этот светлый оттенок и немножечко под бровь чтобы не было там таких явных переходом немножечко светленьким вот такой вот получается макияж глаз сейчас накрашу литнички вот такой у нас получается макияж мне он очень сильно нравится мне кажется мне идут такие оттенки и они действительно очень сильно освежают лицо ну мне так кажется по крайней мере и вы мне в этом тоже пишите тушь я использовала вот это вот лореаль как пик вот так вот она выглядит спасибо девушки которые мне порекомендовала и более того она мне написала как правильно и пользоваться и действительно нужно просто сразу красить ресницы и не дожидаясь пока высохнет один слой сразу их разделять и тогда ресницы просто класс мне нравится она даже слегка делает такой как бы изгиб этих ресничек спасибо вам огромное мне очень сильно она понравилась я ее повторю и также я повторю вот она мне уже закончилась вот это вот вот мэй блин может быть не то нету мне еще там рекомендовали другие других упаковках я имею ввиду тоже повторю эту эту в общем я прям довольно очень сильно спасибо вам большое и да буду магазине подружка еще хочу попробовать тушь от vivienne собой я какой-то пробовала в общем хочу счетом другие так и помада всегда когда у меня это помада вы всегда спрашиваете что это за помада я ее уже тоже 500 миллионов раз показывала шоссей до оттенок rr rs 306 классная тоже нам не очень нравится очень симпатичная хорошо держится ну и давайте сейчас покажу маникюр я переверну камеру и покажу как я его телу и так вот вот собственно говоря мой маникюр так вот он выглядит вот и это у меня получается ну как правильно называется градиент я вам покажу как я его делаю вообще градиент делается двумя способами 1 это есть специальная машинка на которые наносят лаки на пальчики получается такой красивый переход допустим от светлого к темному или ну любой переход можно сделать и 2 есть такая продает специальная такая палочка у нее поролоновая насадка которую вы мокаете в лак и наносите уже непосредственно на каток ни того ни другого приспособления у меня нет вот второе которое палочка с поролоновой такой штучка я конечно же хочу себе приобрести но все как то вот не до этого что называется покажу как я делаю значит у меня гель-лаки а еще раз повторюсь база от коди то у меня вот такой вот маркеру mail его кстати приобретала знаете где в магазине подружка здесь у меня использована три цвета первый это вот такой лак ингарден но мне не особо он нравится хотя его профессионалы хвалят просто наверное надо к нему приловчиться он иногда у меня почему-то полосит это такой вот 103 оттенок да это такое слегка вот видите розоватый такой полупрозрачный то есть он идет именно как раз вот как мне девушка консультант объяснял где покупала то есть вот одна как типа камуфляжная такая основа для французского маникюра идет вот и на кончиках я вначале использовала вот такой белый который у меня тут уже видите весь подсыхает от марки blue sky мне не нравится эта марка говорю сразу потому что например белый цвет если вы сходите с этим маникюром в сауну он у вас станет желтым или если вы что-то сделаете там допустим горячей водой он немножко желтеет но я его добью и выброшу вообще это марку больше не буду приобретать обычный белый плотный цвет так и даже вот видно что он здесь он желтеет и сверху вот этого белого я нанесла вот такой dance legend наверно так правильно говорится на вот такой вот это просто прозрачный гель лак в котором есть вот такие вот розоватые блестки разного размера крупные и мелкие в общем разные вот так вот он выглядит я тоже в покупках уже как-то показывала значит как я делаю градиента я вам на одной из них покажу этот способ я когда-то очень давно нашла в интернете и этим способом я пользовалась также когда использовала обычные лаки то есть не гель-лаки и единственное что минус когда вы используете при данном способе обычные лаки то обычно лайки быстро засыхают и ну как-то не так наверное все то есть нужно приноровиться для того чтобы сделать градиент я использую обычную губку вот она у меня вот так сейчас выглядит я показываю все как она у меня есть без прикрас вот как я этим пользуюсь как я это делаю я беру просто обычный белый лак наношу так на краешек потом зависимости от плотности покрытия на много или мало наношу то есть потом я этот краешек просто обрезаю меня получается другой краешек да он получается не так как машинкой и не так как вот этим приспособлением который я не знаю как она называется или просто вот допустим если мне нужно сделать кончик я просто вот так вот слегка прикладываю чем сильнее вы нажимаете тем плотнее получается цвет и потом любым другим допустим краешком я немножечко вот так как бы растушевываю и делаю там максимально такой плавный переход надеюсь хорошо видно вот и получается то есть вот такой я специально показываю на прозрачном типсе чтобы видели получается такие как будто как ну я называю ты снежок такой да то есть такие как вкрапления такие получаются можно делать в один слой можно делать в два слоя то есть я надеюсь видно да такие получаются как миленькие точечки можно например если вы хотите там поярче я наберу просто вот этот краешек я прорисовываю кисточкой ну это же родной или какой-то другой да я просто то есть запечатываю краешек да все как положено дело и потом губкой просто вот это вот все дело растушевываю получается более такой насыщенный цвет сейчас у меня тут без базы без всего поэтому немножечко так вот получается вот и получается то сделаю уже более менее красиво там и получается такой плавный переход можно несколько слоев делать им будет уже так вот сейчас я тут 0 пола конечно вот вот так вот симпатично получается так я делаю все градиенты но хочу конечно купить себе вот это приспособление чтобы не было вот таких именно вкраплений как бы получается да вы видите то есть получается вот этот переход на такой может быть не очень плавный не очень такой аккуратный но смазалась уже в лаке вот но в общем получается мне кажется получается здорово тем более если вы не хотите допустим тратиться на какие-то специальные приспособления чисто делать маникюр для себя опять же повторюсь можно делать и обычным лаком просто он будет вас быстрее застывать я имею ввиду вот на этой губке да но мне кажется мило это хороший способ для тех кто любит френч я люблю французский маникюр нового рисовать улыбку я вам честно признаюсь мне хватает только на одну руку потому что для меня это достаточно долгий процесс это нужно иметь хорошую кисточку чтобы красиво все это прорисовать ровненько и так далее и но это не моя история я вам честно скажу потому что одну руку да я могу кропотливо сидеть делать на вторую руку у меня уже не хватает терпения и просто сверху вот этого градиента я нанесла вот эти вот блёсточки мне почему-то захотелось вот чтобы были блёсточки вот и все сверху покрыла топом соответственно каждый слой вот это я просушиваю и кстати этот градиент хорошо держится никуда не не диет так что продукты были использованы для вот этого маникюра конечно я делаю не идеально форму меня тоже не идеальная но вот что называется учусь я уже об этом вам говорила я надеюсь вам понравилось такое видео оно было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал всех люблю целую не до новых встреч